Это Лайв, в студии Алексей Репин и мы продолжаем. Недавняя вспышка сибирской язвы на Ямале стала самой серьезной за последние 75 лет. В регионе погибло более 2300 оленей. В больнице оказалось почти 100 тундровиков. Диагноз подтвердился у 24 из них. Боролись с язвой не только медики, но и военные. Лайв разобрался, может ли подобное повториться в другом уголке страны. Выяснилось, что в России сотни заброшенных захоронений животных, которые погибли от сибирской язвы. Около них нет ни заборов, ни предостерегающих табличек. Часто захоронения даже не ставятся на кадастровый учет. То есть по документам они не существуют. И в любой момент каждый из них может стать источником эпидемии. Например, подойдет корова или олень, пощиплет травку и заразится. А за животными люди. Конечно, по многим бесхозным могильникам прокуратура подает на местные власти в суд. И выносится решение об устройстве захоронений по санитарным правилам. Но это лишь начало решения глобальной проблемы. Подробнее об опасных скотомогильниках и о том, где и кого может убить сибирская язва, в следующий раз читайте на нашем сайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!